Он вошел в историю человечества как выдающийся исследователь мирового океана, как талантливый кинематографист, изобретатель, великий авантюрист и подводный кладоискатель, этнограф и эколог. Как могли сочетаться все эти качества, некоторые даже противоположные и несовместимые в одном человеке? Это загадка. Незаурядный человек всегда хотел сохранить втайне большую часть своей жизни вообще и своей работы в частности. Во всех его поступках есть две стороны – видимая и скрытая. Он практически никогда не обсуждал стратегию и тактику своих действий ни с кем, даже с самыми близкими людьми. Харизматический лидер своей команде просто говорил «пойдем туда» и все ему подчинялись. Те, кто его знал лично, говорят, что он был жестким и авторитарным, мягким и очень либеральным, просоленным морским волком и лощеным французским шевалье. Ихтиандр XX века – француз, который море любил не меньше, чем женщин. Моё первое телевизионное знакомство с великим капитаном состоялось в начале 70-х. Тогда на голубых экранах Советского Союза появился знаменитый сериал «Одиссея команды Кусто». Первый фильм, снятый кинематографистом Луи Малем под руководством Кусто на Красном море «Мир тишины», сразу же получил «Оскар» за лучший документальный полнометражный фильм. Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, премию Национального совета кинокритиков США и много других наград. Целое десятилетие «Одиссея команды Кусто» заставляло телезрителей со всего мира бросать все свои дела и усаживаться для семейного просмотра перед телевизорами. В портовом болгарском городе Варна вместе с отцом, профессиональным водолазом смотрит телевизор и смуглый мальчишка Стефан. Он восхищается капитаном Кусто и его соратниками. Мечтает также смело исследовать морские глубины. Сегодня Стефан Марков – курс-директор ПАДИ. В иерархической лестнице Международной дайверской организации это одна из высших ступеней. Теперь Стефан сам учит людей дайверским премудрствам. Приехав из Варны 10 лет назад в Египет, он обосновался в Шарм-эль-Шейхе. Работает в пятизвездочном дайв-центре Red Sea College. Капитан Кусто изменил его жизнь. О капитане Кусто впервые я услышал от своего отца, инструктора по дайвингу. Поэтому я поклонник командора с детства. В 80-х годах я увидел фильм «Мир тишины», и он меня потряс. Окончательно сформировал мое мировоззрение. Так я стал заниматься дайвингом на профессиональной основе. Ни с чем я не могу сравнить свое первое погружение на Тистлигорм. Это произошло в 2005 году. Уникальное место и уникальное погружение. Невозможно передать все свои впечатления. Причем с каждым моим новым погружением на Тистлигорм я открываю для себя что-то новое. Со Стефаном я познакомился в 2012 году. В качестве инструктора он сопровождал нашу уфинскую группу дайверов во время погружения на Тистлигорм. Затонувший в 1941 году британский военный транспортник – самый популярный рек мира. Тогда, во время погружения, ржавый корабль оставил мне памятную отметину – глубокий шрам на ноге. Тистлигорм не любит легкомыслие. Здесь надо быть очень осторожным, несмотря на то, что затонувший корабль исследован от кормы до носа, а в интернете описаны все его закоулки. В разгар дайверского сезона Тистлигорм ежедневно посещает до 400 туристов-ныряльщиков. Настолько популярен этот объект для погружений. Кстати, когда местные рыбаки в 1955-м показали кусту место крушения, и команда «Калипса» тщательно исследовала затонувшие от стов корабля, капитан был потрясен увиденным. Ныряльщики обнаружили корабль почти нетронутым. Все было на своем месте, как будто он просто спал. На борт «Калипса» были подняты капитанский сейф, корабельный колокол и один из многочисленных мотоциклов, находящихся на борту транспортника. История гибели Тистлигорма не столь трагична, сколь удивительна. Такое ощущение, что этот корабль затонул только из-за стечения обстоятельств, что его преследовал злой рок. Избежав встречи с немецкими подводными лодками в Атлантике и благополучно обогнув весь африканский континент, судно вошло через Адденский залив в Красное море, дошло до Суэцкого залива. Оставалось чуть-чуть до порта назначения Александрии. Но Тистлигорм абсолютно случайно попал в поле зрения бомбардировщика Люфтваффе, возвращавшегося на базу на остров Крит. Чтобы не везти бомбы обратно, летчик сбросил их на замеченный корабль. Первое же угодило в ту часть судна, где лежали боеприпасы. Мощный взрыв, пожар, и Тистлигорм ушел на дно. К счастью, почти весь экипаж спасся. Моряков подобрали другие суда, стоявшие рядом на якорной стоянке. Правда, возвращение моряков на родину было долгим и трудным. Судно принадлежало частной компании, и британское правительство арендовало его для военных нужд. Когда речь зашла о возвращении экипажа на родину, правительство заявило, что дорогу морякам должна оплачивать компания. А компания, в свою очередь, посчитала, что судно было арендовано вместе с командой, значит, пусть платит государство. Только после окончания войны моряки Тистлигорма вернулись в Англию. Кстати, дома, в почтовых ящиках, их всех ждали письменные уведомления компании об увольнении в связи с невыходом на работу. Эти кадры сняты весной 2012 года. Мурена, которая поселилась среди патронных ящиков, долгожитель Тистлигорма. И рыба-крокодил тоже. Ее я снял уже в мае 2013. Когда-то корабль вез смертоносный груз, а сегодня стал домом для новой подводной жизни. Вместе с итальянским подводным видеооператором Денизом Зарзином мы снимаем этот большой рыбий дом. Беспокойная крылатка расправляет свои смертоносные плавники, ей не нравится наша назойливость. А эти кадры осени 2013-го. В октябре вместе с подводным фотографом из Лондона Хучем мы ныряем на Тистлигорм ночью. Морская зеленая черепаха спит в трюме, забившись в узкую щель. Акулы здесь ее не достанут. Разве что сумасшедшие ночные дайверы потревожат покой. Каждый час черепаха вынуждена всплывать на поверхность за очередной порцией воздуха и вновь в тесную щель трюма на 30-метровую глубину. Мне кажется, что режиссеры-фантасты все свои наиболее удачные кинематографические находки сделали на морском дне и именно ночью. Но чем это не планета Пандора из нашумевшего фильма «Аватар»? Похоже на живые цветы, но это всего лишь морские ресничные черви. В лучах фонарей светится зоопланктон, словно кометы проносятся морские коньки. А вот на охоту вышла рыба-зебра. Ей нравится охотиться при свете фонаря, очень удобно. А вот Мурена, наоборот, цвет не любит. Яркий луч больно бьет в ее подслеповатые глазки, и Мурена старается отвернуться. Не будем ее мучить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из моих старых друзей, Евгений Евстюнин, Джексон, как его здесь называют, за 10 лет основательно прикипел к Шарм-эль-Шейху. Сегодня Джексон работает в местном дайв-центре «Дельфин». Кстати, «Дельфин» – первый русский дайв-центр на Синайском полуострове. Так же, как и для Стефана, капитан Кусто – кумир для Джексона. Будучи маленьким мальчиком, учился в школе, просматривал программы «Клуб путешественников» с Синкевичем. И, как сейчас помню, по воскресеньям начали показывать «Одиссею Кусто», подводную «Одиссею Кусто». Я думаю, это и стало как раз тем решающим моментом, почему я сейчас занимаюсь дайвингом. Те видеосъемки, которые я увидел, весь этот подводный мир, о котором я даже не мог представить, что такое существует, оно было вот оно. Но затем, как любой человек, я должен был сделать выбор по окончанию школы, университета, чем заниматься в этой жизни. Да, и я думаю, что вот как раз Жаков Кусто, который повлиял, был человеком, который повлиял на мой выбор в конечном итоге. То есть я выбрал для себя именно дайвинг. Именно дайвинг. Получил возможность делать то, что делал он фактически. Хотя многое, что делала команда Кусто, сегодня и шокирует. В те годы мало кто, в том числе и французский исследователь, был озабочен проблемами охраны окружающей среды. Море казалось по своим ресурсам неисчерпаемым источником. Инструктор по техническому дайвингу, египтянин шериф Гергис, когда-то купил ребризер, акваланг с замкнутым циклом, у Жанна Жабера, одного из членов команды капитана Кусто. Этот ребризер служит шерифу и по сей день. Шериф очень высоко оценивает вклад в Кусто в исследование Красного моря, развитие дайвинга в регионе. Без Кусто моя страна не смогла бы столь быстро продвинуться в индустрии туризма, говорит шериф. Однако и ему не нравятся некоторые стороны Одиссеи команды Кусто. Кусто состояла из двух половинок. Одна была хорошей, другая плохой. Положительная сторона — это создание целой индустрии дайвинга. Он сделал дайвинг популярным благодаря своему первому фильму «Мир тишины». Он создал новый регулятор для акваланга и тем самым сыграл значительную роль в том, чтобы дайвинг стал доступным многим людям. Положительной стороной, конечно же, является его исследовательская работа. Когда он проводил исследование Красного моря, снимая «Мир тишины», то собрал там большую коллекцию морских видов. Что касается плохой стороны, то она в некотором пренебрежительном отношении к природе. Может быть, в первой половине 50-х годов прошлого века это было в порядке вещей, но если таким образом поступать сейчас, не думаю, что людям это понравилось бы. Так что в Кусто было как хорошее, так и плохое. Как бы там ни было, старания французского капитана в исследовании Красного моря неоценимы. Во время своей первой научной экспедиции Кусто назвал его «коридором чудес». Более 1200 видов рыб и 250 видов кораллов обитают в великолепном подводном саду. Многие из этих видов впервые были описаны командой Кусто. Вот как передает сам капитан свои первые впечатления от знакомства с этими местами. Проснувшись на следующий день в проливе Губаль, мы увидели кругом прозрачную голубую синеву. Слева, вдали, на фоне розового неба, багровела пятнышко – гора Синай. Наше судно «Калипса» дебютировало в коралловом раю, куда ему в последующие годы предстояло возвращаться вновь и вновь. Яхта Вип-Ван. Мы держим курс в южном направлении от Шарм-эль-Шейха. По традиции я повесил на нижней палубе бело-желто-голубой флаг башкирского спутникового телевидения с вездесущим соколом. Движемся в сторону Шарк-Эланта-Рифа. Капитан Кусто занес этот риф в Первую мировую десятку по красоте. Здесь в проливе Губаль соединяется вся водная мощь двух заливов – Суэцкого и Акапского. Всегда сильные течения, которые то и дело меняют свое направление. Привязываемся к рифу Джексона. Этот риф еще мало изучен. Здесь есть несколько неисследованных пещер, интересных каньонов. А главное – на Джексоне живут тигровые акулы. Правда, увидеть их – большая удача. А на поверхности рифа навеки пришвартовался корабль «Лара». Джексон – самый отдаленный от Шарм-Эль-Шейха риф в цепочке рифов «Будхаус». Когда-то здесь находилась обсерватория Кусто для наблюдения за молотоголовыми акулами. Однако со временем акул-молотов вытеснили дайверы. Подводная команда Кусто провела много времени в южной части Красного моря у рифов Судана и Форосанских островов. Здесь и сейчас очень часто встречаются пелагические обитатели моря – акулы-молотые и длинноплавниковые океанические акулы-лангеманусы. Кстати, и по сей день на дне в тех местах на рифе Шааб-Руми сохранились останки подводной лаборатории капитана Кусто. Вот так они выглядели на рисунке тех лет, сделанном великим командором. Сегодня жилого корпуса лабораторий уже нет, однако сохранился купол подводного ангара для мини-субмарины и подводных аквабайков. Российский инструктор из дайцентра «Дельфин» Константин Горохов сделал эти подводные снимки в Судане пять лет назад. Дом Кусто ты видел? Был там что сегодня? Дом Кусто? Ну, конечно, это была очень дорогостоящая конструкция. Я уверен, что в проекте предупредивалось, что, поскольку разрыв между стадиями проекта был очень небольшой, то, конечно, элементы, которые использовались в первом проекте, были использованы во втором. Во втором были использованы в третьем. Да, предполагалось еще два проекта дальше, которые не были никогда реализованы. Поэтому большую станцию, которая называлась «Старфиш», ее в результате подняли наверх и, в общем, увезли ее оттуда. А на дне они оставили только то, что было нецелесообразно увозить, а именно парковочное место для подводной лодки, вот для того замечательного ныряющего блюдца, которое было способно нырять до трехсот метров, и экипаж имело два человека. В общем, по тем временам была очень шикарная посудина. Так вот, это представляет собой такой гриб на ножках. Лодка заплывала под него, подвсплывала. То есть, фактически, это был водолазный колокол. Дальше люди выходили, они могли, соответственно, переодеться в гидрокостюмы и дальше переместиться в станцию или опуститься в нижнюю станцию. Да, они ходили друг к другу в губости, катались на этих лодках. Риф Пшабруми ужасно красивый. Очень-очень-очень красивый риф. Сравнивать его с нашими рифами, которые здесь в Шарме, можно. В каком плане? Если мы здесь увидели, скажем, стаю из пяти барракут, для нас, о, мы видели стаю из пяти барракут. Там, да, ее увидят 500 барракут. Мы здесь увидели одну акулу. Мы сегодня видели акулу. Там эти акулы просто плавают, они нормальные рифовые жители. Мы увидели здесь большого картофельного группера, который живет, кстати, прямо у нас вот здесь, на домашнем рифе, отсюда 500 метров будет. Так вот, а там в каждой щелке между кораллами живет огромная, красивая, здоровенная группера, которая тебя не боится. Ты подплываешь к нему, открывает рот, пытается тебя прогнать. Вот примерно так выглядит давим в Судане. В Шарм-эль-Шейхе имя капитана Кусто многим известно не понаслышке. Есть даже люди, которые были знакомы с ним лично. По дайверской легенде, это старая барракамера, больше похожая на саркофаг фараона, подарок Кусто египетским врачам. Правда, директор Синайского центра гипербарической медицины доктор Адель Тахир ничего об этом не знает, хотя и был лично знаком с Кусто. До сих пор перед глазами доктора Аделя величественный профиль Калипса и не менее величественный профиль его капитана. Во время экскурсии по кораблю и беседы с его командой доктор Адель многое узнал о командоре Кусто. Я был очень молод, когда познакомился с ним. Я занимался дайвингом в Красном море и однажды услышал, что прибывает парень по имени Кусто. Он приплывает на большом корабле и хочет встретиться с местными дайверами и нанять их на работу в качестве проводников. Я был очень молод, но я был дайвером, но ему нужен был человек, знающий французский или английский язык. Тогда я заявил, что говорю на немецком и английском, и никого другого ему больше не надо. И меня пригласили на борт Калипса. Где я и познакомился с этим крутым парнем. Он был очень любезным и дружелюбным, но чувствовалось, что ты общаешься с легендой. Но не это интересовало меня больше всего. Больше всего меня занимала Калипса. Получить шанс побывать на борту Калипса, увидеть все это оборудование, все эти новые регуляторы, эти плавающие блюдца и мини-субмарины, вот что поражало мое воображение. Что касается командора Жак Ива Кусто, то это был очень властный человек, очень властный капитан, он все держал под контролем. С ним работали морские биологи, которые что-то советовали ему, и он выслушивал их. Но как только начиналась собственная работа над фильмом, то создавалось полное ощущение того, что это не их слова, а его. Во многих фильмах, особенно в ранних, камера была сконцентрирована на человеке, единственном герое фильма. Сегодня в центре доктора Аделя две барокамеры. Они лучшие не только на Синае, но могут соперничать с самыми современными барокамерами мира. По словам директора, эти сложные конструкции спасли немало жизней. С доктором Аделем меня познакомила Наталья Гостинина. У Аделя и Наташи совпадают даты рождения, поэтому египетский доктор относится к ней очень трогательно, как к собственной дочери. В начале 2013 года все центральные телеканалы и интернет-издания России сообщили о гибели российского инструктора Геннадия Фурцева. Дайвинг всегда большой риск, даже для суперпрофессионалов. Нет больше Геннадия, но дело продолжает его вдова Наталья. Наташа Сетует за пять лет так и не смогла до конца выручить арабский язык, хотя английским владеет в совершенстве. Спасибо хрупкая и храбрая русская женщина из Санкт-Петербурга Наталье Гостинина за организацию погружения на Теслигорм, за толкового гида, за помощь в съемках. Для египтян бизнес-вумен в дайвинге – это нонсенс. После гибели мужа у Наташи были очень трудные дни. Но она смогла выстоять, и у нее есть цель – поднять на ноги сына Матвея, продолжить в чужой стране дело супруга. Сегодня десятый день моего пребывания на Синайской земле. Шарм-эль-Шейхи плюс 50 по Цельсию. Для этого времени года – это среднестатистическая температура. Но нужно собираться в обратный путь. На балконе сушится подводное снаряжение. Я разбираю подводные камеры для укладывания в багаж. Десять дней каждое утро я собирал всю эту техническую всячину и тащил на обгоревших плечах до ворот отеля, откуда меня забирал микроавтобус Натальи Гостининой. Было очень жарко и тяжело. Но вот настал день отъезда, и все эти тяготы кажутся мелочью, легким налетом на десятидневном незаурядном приключении, которое запомнится на всю жизнь. Но на этом Одиссея еще не заканчивается. Вперед по следам команды Кусто. Теперь из Красного моря на Средиземное, на остров Крит. Люди ищут Атлантиду с тех пор, как ее описал Платон. Одним из самых ревностных искателей легендарного города-государства был капитан Жак-Ив Кусто. Долгое время он отождествлял Атлантиду с одной из величайших цивилизаций в истории человечества – Минойской, которая существовала на острове Крит в Средиземном море приблизительно с 1900-х до 1300-х годов до нашей эры. Три с половиной тысячи лет назад на Крите произошла глобальная катастрофа. На близлежащем острове-вулкане Санторини началось извержение. Половина острова ушла под воду. Гигантское цунами обрушилось на Крит. Это послужило причиной гибели Минойской цивилизации. В 1976 году судно капитана Кусто «Калипса» пришвартовалось в порту Иераклиона, столице современного Крита. Команда Кусто прибыла на остров для поисков затонувшей Атлантиды. Капитан Кусто искал Атлантиду, когда мне было 16. Спустя десятилетия я ищу следы капитана на Крите. Северное побережье острова, город Ретимна. Небольшой отель на берегу моря. В планах несколько поездок на запад и на юг Крита, подводное погружение в местах столянок Калипса, там, где когда-то лично нырял великий командор. На острове я нашел отличного проводника, инструктор по дайвингу, выходец из Латвии Игорь Яковлев, уже 8 лет живет на Крите и хорошо знает остров. Кстати, пока он единственный на острове инструктор, говорящий по-русски. Держим путь в окрестности Каньи, где находится дайв-центр Омега Дайверс. Местные ребята обещали организовать погружение на самые интересные дайверские сайты, показать на дне античные амфоры, сохранившиеся до наших дней. Мы находимся на западе острова Крит, местечко называется Альмерида. И здесь, со смотровой площадки, открывается чудесный вид на самый большой природный залив острова, который называется Суда. Суда – естественная гавань. Это главные морские ворота не только Каньи, но и всей западной части Крита. В этом заливе, одном из самых больших и безопасных на Средиземном море, располагается военная база НАТО. Кстати, в годы Второй мировой войны здесь находился немецкий аэродром, с которого вылетел бомбардировщик, затопивший в Суэцком канале британский военный транспортник Тислигорм, которому мы ныряли в Суэцком заливе на Красном море. Кевин Беннетт – британец, много лет работает на Крите, многое знает о местных подводных достопримечательностях. Самый известный и популярный дайв-сайт Крита – это, конечно, пещера слонов. Это прекрасно сохранившаяся пещера, очень большая. Главное, в ней лежат кости мамонта. Спрашиваю Кевина, знает ли он что-нибудь об экспедиции на Крит капитана Кусто? Знакомы ли ему места, где нырял французский исследователь? У меня есть девяти фильмов экспедиции Кусто на Крит. Я знаю, что его корабль плавал вдоль побережья Крита, заходил в порт города Ирклеона, а команда Кусто ныряла у берегов острова Дея на Санторине. Наше первое погружение проходит рядом с небольшим островком, который называют Марафи. Добираемся до него на быстроходном зодиаке. Полчаса, и мы на месте. Кевин бросает якорь рядом с островом, и мы уходим под воду. Дно залива напоминает оцарившие здесь в давние времена власти вулканов. Подводные скалы и камни сплошь вулканического происхождения. Доминируют два цвета – голубовато-зеленый и серый. Однако стоит чуть подсветить дно фонариком, и ярко загораются фантастические мольберты Посейдона. Пурпурно-красными становятся морские звезды. Меняет цвет обычно ничем не приметные ядовитые скорпены. Кевин показывает мне гнездо осьминога. Он обосновался под большим валуном и замаскировался с помощью каменных осколков. Убедившись в моей настойчивости, осьминог выпускает маскировочную струю специальных чернил и бросается на утек. Ну вот, наконец, и то, что я ищу на дне Критского моря – артефакты из античного мира. Кто знает, может быть, именно этот разбитый минойский кувшин много лет назад увидел и капитан Кусто. Впрочем, по словам Кевина, такого добра в местных водах достаточно. И вообще в Омеге есть целый уголок, посвященный подводным находкам. Среди них и античные, и более поздние, и вполне современные. Критское побережье Средиземного моря – одно из самых богатых на различные находки. Местные дайверы находят на дне мельхеровые ложки, гильзы от старинных пулеметов, даже вот такие вот маленькие пистолетные пули. Иногда попадаются очень редкие находки из античного мира. Медные гвозди, бронзовые пуговицы и различные старинные украшения. Кстати, о находках более поздних периодов. На них мы наткнулись, когда совершали подводную экскурсию на затонувший корабль «Мини-Васка». Во время нашего погружения на затонувший в годы Первой мировой войны транспортный корабль из Англии «Мини-Васка-3», мой бадди Михаил умудрился найти среди груды металла два патрона времен Первой мировой войны. Скорее всего, это винтовочные патроны. Вот они как прекрасно сохранились. Все-таки цветной металл. Были бы из железа, давно бы сгнили. «Мини-Васка-3» наткнулся в заливе Суда на подводную мину. Кстати, интересно то, что поочередно в разные годы затонули и его предшественники «Мини-Васка-1» и «Мини-Васка-2». Какой-то злой рог преследовал корабли с этим именем. Сегодня сохранился лишь остов корабля. Его останки лежат на глубине от 12 до 20 метров и разбросаны на протяжении 200 метров. Из морских обитателей «Мини-Васку» облюбовали мелкие моллюски, морские кролики. Словно сиреневые цветы, они висят на стебельках водных растений. Впереди две антенки-усики, напоминающие уши кролика. Отсюда и название моллюска. Вдоль спины идет гребень, жабры, сквозь которые моллюск процеживает морскую воду, отбирая планктон. Мини-Васка-2» Сегодня мне предстоит нырять в районе мыса Драпана, которая отделяет залив Суда от Критского моря. Первое погружение вдоль стенки Драпана. Она почти отвесно уходит вниз на 70-100 метров. В кадр попадает еще один потерянный древними греками кувшин, новый для меня вид голожаберника – скорпены. Впрочем, первое погружение всего лишь разминка перед посещением подводной пещеры слонов. На Крите около 300 различных пещер, но самой известной и интересной считается подводная слоновья пещера. Она находится близ Плаки. Пещера была обнаружена в 1999 году. В 2000-м ее исследовали ученые-спелеологи и палеонтологи. Результаты подводной разведки были потрясающими. В пещере были найдены кости трех взрослых и одного молодого слона. Это был новый вид, названный слоном из хании. Исследования палеонтологов показали, что ханийский слон размером был больше современного сородича, но меньше, чем мамонт. Жили такие слоны 50-60 тысяч лет назад. Их миграция в Грецию была, возможно, 15 миллионов лет назад, когда на месте Средиземного моря была суша. Редактор субтитров А.Семкин Еще одна достопримечательность западной части Криты – это озеро Курна. В переводе с турецкого Курна означает «озеро». В 1976 году капитан Кусто побывал здесь, замерил глубину. Тогда она составляла порядка 40 метров. Сегодня озеро немножко обмелело, и говорят, что его глубина где-то 22 метра. Сегодня вокруг озера курортная зона. Оно считается единственным естественным водоемом на Крите с пресной водой. В античные времена на берегах озера отдыхали древние греки, римляне, флорентийцы и турки. Может быть, кто-то из них и запустил в озеро цветных карпов, которые в изобилии водятся в Курнасе и по сей день. Много здесь и других обитателей. Румын по происхождению, Ионель Неогое, уже несколько лет работает спасателем на лодочной станции. Узнав, что мы снимаем фильм о Крите, Ионель даже не берет с нас денег за аренду водного велосипеда. С помощью этого плавсредства мы добираемся до середины озера и ныряем на задержке дыхания. По словам Игоря, исток Курнаса, река Армирос, выходит на поверхность в нескольких километрах от озера и впадает в море в районе приморского поселка Георгиуполи. В устье этой реки мы наткнулись на целый культурный слой позднеантичной эпохи. По мнению ученых, когда-то вот здесь, на этом берегу, находились старинные греческие мастерские. Мастерские по изготовлению глиняной посуды. Поэтому весь берег буквально усыпан вот такими вот черепками, некоторые черепки даже с узорами. Все это артефакты, все это вот пришло к нам с античности. А если хорошо поискать, то можно найти и бронзовые изделия. Огромное количество глиняных изделий мы обнаружили и под водой. Ныряли без гидрокостюмов на задержке дыхания. В месте впадения реки в море чувствовался сильный термоклин. Верхний слой воды очень холодный и менее соленый, нижний теплее. При смешивании во время нашего движения оба слоя давали эффект коллагена. Сразу же исчезала резкость в глазах, предметы становились расплывчатыми. Мы плыли словно в прозрачном киселе. Однако стоило нырнуть чуть поглубже в теплую морскую воду, и все становилось на свои места. Ну что ж, два дня мы ныряли в западной части Крита, в области Хания. А сейчас едем на юг. Южное побережье Крита омывает Ливийское море. Так что будем сегодня нырять в Ливийском море. Ливийское побережье Крита. Дайв-центр Калипса. Местная хозяйка, ассистент инструктора ПАДИ и профессиональный подводный фотограф венгерка Беатрис Баги гостеприимно встречает нашу группу. Для меня эта бухта самая прекрасная на всем побережье. Здесь всегда чистая вода, красивые скалы. На дне много интересных объектов. Есть даже небольшая затонувшая рыбацкая шхуна. Можно встретить все виды рыб, много осьминогов, муренгрупперов. Редактор субтитров А.Семкин К сожалению, история умалчивает о том, посещал ли капитан Кусто со своей командой бухту Калипса. Но, согласитесь, это даже звучало бы очень красиво. Корабль Калипса вошел в бухту Калипса. Байкал — это точка на карте мира, которая имеет огромную, ничем не преодолимую силу притяжения. Уникальность этого самого чистого, самого глубокого и самого загадочного озера на планете привлекает внимание человека на протяжении столетий. Легендарный французский исследователь морского океана капитан Жак-Ив Кусто тоже пытался раскрыть тайны Байкала. Не имея возможности по состоянию здоровья самому отправиться в дальнее путешествие, Кусто снарядил на Байкал экспедицию. В конце 90-х на экраны вышел фильм, который снимался целый год «Зазеркалия Байкала». Наступил новый этап Одиссеи по следам команды Кусто. Я и мои друзья — участники экспедиции башкирского спутникового телевидения в Иркутске. Мы проехали более 4000 километров на внедорожниках, чтобы попасть сюда из Уфы. В Иркутском лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук мы постигаем Байкал. Мы узнаем тайны, которые так стремился в конце 90-х годов прошлого столетия разгадать капитан Кусто. Мы находимся в лаборатории их теологии Иркутского института лимнологии. Передо мной просвечивающий электронный микроскоп. Он способен увеличивать микрочастицы в 600 тысяч раз. Иркутский лимнологический институт — уникальный научный центр. Возраст Байкала около 25-30 миллионов лет. Лимнологический институт в сравнении с объектом своего изучения не просто юн, он и не родился соответственно. Однако за десятилетия своего существования этот научный центр раскрыл столько байкальских загадок, что их хватит на несколько поколений человечества. Мощнейшие электронные микроскопы позволяют иркутским ученым заглядывать в тайны бытия первичной материи. Пробы, взятые на дне Байкала, разбираются до уровня клетки. А вообще Байкал и человечество, по мнению академика Михаила Александровича Грачева, директора Иркутского лимнологического института, — вещи несопоставимые, как бы это странно ни звучало. Если вдуматься, это действительно так. Сколько лет Байкалу и сколько лет человеческой цивилизации? Как это дико не звучит, но если бы все человечество утонуло в Байкале, его берега поднялись бы всего на один сантиметр. И даже в наш техногенный период Байкал способен пережить всю человеческую агрессию. Настолько он силен и могуч. Он как планета в планете. Приблизившись и коснувшись его, чувствуешь это. Уникальность его заключается в том, что он уникальный. Это самый крупный в мире пресноводный водоем. Глубина рекордная. Полторы мили, нет, одна миль, 1637 метров. Он уникален во всех отношениях. Вода у него замечательная и по вкусу, и по своим качествам. 3,5 тысячи эндемиков. По-видимому, больше, чем во всей остальной Сибири. Впрочем, каким бы великим ни был священный Байкал, от нашего брата ему достается по полной. Просто у него сил больше на миллионы лет, чем, например, у обычного среднестатистического российского озера. Многотысячные армии туристов со всей страны, со всего мира стремятся к великому Байкалу. И не всегда они лояльны к дикой природе. Во время наших поездок по острову Ольхон не раз встречали мусорные свалки. Просто дико. Стоп, мы пошли по следам вандалов. Нам стоит вернуться на заданную тропу по следам команды Кусто. Французская экспедиция снимала фильм на Байкале в 1996-1997 годах. Съемки велись все четыре сезона осенью, зимой, весной и летом. Большей частью команда Кусто работала на восточном побережье Байкала со стороны республики Бурятия на территории Баргузинского заповедника. Тем не менее, всю необходимую помощь в научном плане в обеспечении водным транспортом, водолазной поддержкой французам оказывали сотрудники Иркутского линологического института. Игорь Ханаев – руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга лаборатории их теологии. В конце 90-х он еще не нырял, был сухопутным сотрудником института. Тогда Игоря просто потрясла экипировка команды Кусто. На тот момент, наверное, конечно же, все участники совместных экспедиций с нашей стороны облизывались. Облизывались, начиная от того, что они впервые к нам привезли ребризеры, хотя, в принципе, ребризеры у нас прекраснейшие на вооружении нашей армии. Но, еще раз, конечно же, смотрели, смотрели, завидовали мокрым костюмам, в которых они ходили. По-моему, даже в наборе их не был, и сухой костюм. Ну, а с другой стороны, то есть смотрели, восхищались какими-то определенными ихними моментами, мелочами. А вы сами понимаете, что такое для дайвера железки. А с другой стороны, восхищались и хвалили свое, то, что в некоторых отношениях до сих пор не создано превосходящего. С открытием навигации на Байкале корабли Лимнологического института возобновляют свою кропотливую работу по изучению его ихтиосферы. Научно-исследовательское судно «Папанин» бороздит просторы Байкала с 2006 года. Экипаж «Папанина» — 4 человека. Ежемесячно в навигацию «Папанин» участвует в двух-трех научно-исследовательских экспедициях. Экипаж судна помогает ученым брать пробы воды и почвы, собирать научные материалы на Байкале. «Папанин» принимал участие в обеспечении всемирно известного погружения на дно Байкала глубоководных батискафов «Мир». Кстати, во время погружения глубоководных батискафов дно Байкала увеличилось на несколько метров. До этого максимальная глубина озера была зафиксирована у восточного берега острова Альхон на отметке 1637 метров. Мир нашел новую впадину. Северо-восточная оконечность острова Альхон — бухта Угуй. Именно здесь ученые зафиксировали наибольшую глубину Байкала — 1642 метра. Пять метров вроде бы немного, когда смотришь горизонтально на дорогу. Но когда переводишь взгляд в иную плоскость, вертикально, под воду, дух перехватывает. Мы в Байкал ныряли неглубоко, скажу честно. Просто не хватило времени. Но даже и на тех глубинах, на которых мы побывали, впечатлений было очень много. Наверное, те же самые чувства испытывали и четверть века назад на Байкале французские аквалангисты из команды капитана Кусто. Академик Грачев хорошо помнит байкальскую одиссею команды Кусто, для Иркутского линологического института это было большим событием. Это был замечательный визит. Приехали профессионалы высокие. Один из них, как сейчас, помню, они снимали не один сезон. Зиму снимали тот же. Один француз упал на льду, вывихнул себе сильно ногу. Возили мы его в областную больницу. Ему там поставили так называемый Рауш-наркоз. Хирург поставил, дернул ногу, она встала на место. Француз ушел своими ногами. Но это отдельные кадры. Я, конечно, не сопровождал экспедицию. Отдельные кадры попали потом в кино, которое Кусто снимал. Как сейчас, помню, как человек там, как-то птицу, чайку или баклана, гладит вот так вот тикую птицу по голове. Это потрясающий кадр совершенно. Он у нас где-то есть. Но наряле они под водой, над водой там, на вертолетах, как угодно. Колоссальная была экспедиция с потрясающе красивыми кадрами. И вот представьте себе, что полностью готовый фильм не пошел в прокат, потому что Кусто умер. У каждого в жизни должен быть свой Байкал. К такому выводу я пришел, вернувшись домой из экспедиции. Но для этого не обязательно газовать тысячи километров через полстраны. Байкал – это абстрагированное понятие. Это как наивысшая точка самосовершенствования, к которой нужно всегда стремиться. Для капитана Кусто и его команды никогда не существовало преград. Зарядившись одной идеей, эти сумасшедшие в лучшем понимании этого слова морские исследователи вопреки всем ветрам и прогнозам могли преодолеть тысячи миль для того, чтобы проверить свои порой сомнительные догадки. А сам великий командор готов был продать душу дьяволу, чтобы воплотить в жизнь свои великие морские мечты. Да, одной жизни не хватит, чтобы пройти по его следам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова